Архангельская прокуратура требует отменить пропускную систему по картам клиента в магазине торговой сети Метро Кэшн Керри. На ритейлера пожаловались архангелогородцы, которым отказали в покупке из-за отсутствия карты. Прокуратура провела проверку и выяснила, что сеть фактически осуществляет розничную продажу товаров и при этом под предлогом работы исключительно с оптовыми покупателями ограничивает доступ физических лиц в торговый центр Метро. Сделать покупки возможно только при наличии карты клиента, однако сами карты выдаются в избирательном порядке. Это, по мнению правоохранителей, прямое нарушение Гражданского кодекса и ряда федеральных законов. По результатам проверки прокуратурой города в Приморский районный суд направлено исковое заявление об обязании общества Метро Кэшн Керри обеспечить физическим лицам возможность беспрепятственного пользования услугами торгового центра Метро на Талашском шоссе путем отмены пропускной системы по картам клиента с момента вступления решения суда в законную силу. С 30 ноября лесничество начало заключать с северянами договоры купли-продажи новогодних елей. И в то же время начались практически ежедневные рейды, чтобы не допустить незаконную рубку. В 2015 году было поймано 6 нарушителей, ставленных протокол о действительных правонарушениях за незаконную пробку новогодних елей. В этом году еще ни одного черного елируба задержать не удалось. Оно и понятно, за незаконную рубку хвойных может наступить не только административная, но и уголовная ответственность. Если нарушитель отправился в лес с приятелем и срубил две елочки, это уже преступное деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Срубить елочку или сосну без угрозы для кошелька и урона природе можно вдоль линии электропередач, а также на лесных участках, подлежащих расчистке. Но предварительно надо оплатить стоимость дерева и заполнить договор купли-продажи. Все эти документы можно предварительно скачать в группе Архангельского лесничества ВКонтакте. В этом году мы планируем 24 и 25 декабря в выходные дни также заняться приемом документов, чтобы все те, кто не успел сделать это в будние дни, смогли в принципе оформить и заготовить новогоднюю елку легально. Заключать договоры на самостоятельную добычу новогоднего дерева в Архангельском лесничестве будут вплоть до 30 декабря. Воспитанник регионального центра спортивной подготовки по море и заслуженный мастер спорта Леонид Якимов одержал победу в олимпийском упражнении «Скорострельный малокалиберный пистолет» дистанция 25 метров. Это произошло в Ижевске на всероссийских соревнованиях. В квалификации Леонид показал лучший результат – 586 очков из 600 возможных, а в финале сделал 36 попаданий из 40. Архангельский Красный Крест в 18-й раз проводит акцию «Подари детям праздник». Мы будем принимать и новогодние подарки, и сладкие подарки, и игрушки, и варежки, все то, что человек считает нужным и возможно подарить ребенку. Поэтому мы приглашаем всех и ждем тех, кто хочет сделать доброе дело для детей и для себя в первую очередь, потому что делать доброе дело – это всегда очень приятно для самого человека. Подарки для детей из малообеспеченных семей можно передать с 27 по 30 декабря на новогодней ярмарке во Дворце спорта на площади профсоюзов. Также Красный Крест предлагает архангелогородцам помочь с подготовкой новогоднего стола для детей из малообеспеченных семей. Мы обеспечиваем новогодними продуктовыми наборами те семьи, дети из которых находятся на попечении Красного Креста, но не получают благотворительные обеды ежедневно в столовых нашей организации. Сегодня в Архангельске температура воздуха будет колебаться от минус 14 градусов утром до 10 градусов мороза днем. Ветер слабый, ожидается снег. Редактор субтитров А.Семкин